Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в выпуске. Пьяный за рулем, жди беды. В богатыревке мужчина сбил пенсионерку и двух детей. Вместо горючего – краснокнижная рыба. В Дербенте в подсобке АЗС в ходе рейда было обнаружено около 200 килограмм незаконно добытого осетра. Парнокопытные на подиуме. В Каспийске на стадионе Анжиарена проходит всероссийская выставка овец и коз. Домой с золотом первенства Европы. В Махачкаринском аэропорту встречали обладатели медалей континентальных соревнований среди молодежи. Пьяный водитель сбил пенсионерку и двух детей в селе Богатыревка. Состояние 73-летней женщины – средняя степень и тяжесть. А вот у 12-летних мальчиков – тяжелое. У одного из них перелом таза. Виновник ДТП от освидетельствования отказался, поскольку сам признался, что употреблял. Ранее он был судим за управление автомобилем в нетрезвом виде и лишен водительских прав. Потом обратно я вырубил всю обехать ее, и она обратно сюда, на эту сторону шла, прочее, и я ее забрал. Поехал дальше, находится в машине, свой трудитель лежал. Детей вообще раз не видел, когда забрал. Вы имеете право управлять транспортными средствами? Имеется ли у вас водительское удостоверение? Почему вы себе позволили сесть за руль без водительского удостоверения? Зачем вы это сделали? А поселку одновременно, что я особо не боюсь, что не боюсь, не боюсь. В Дербенте в подсобке АЗС нашли необычный клад – около 200 килограмм незаконно добытого осетра. 78 тушек рыбы хранились в морозильной камере. Их обнаружили специалисты Северокавказского Росрыболовства и сотрудники Республиканского ФСБ в ходе рейда. Доказать им легальность такого улова житель древнего города не смог. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность за незаконную добычу и оборот особо ценных водных биологических ресурсов. Вылавливать осетра в России запрещено. Рыба включена в Красную книгу, так как находится под угрозой исчезновения. Дагестан уже во второй раз принимает Всероссийскую выставку овец и коз. Назначимая в сфере агропромышленного комплекса событий, приехали животноводы из 13 регионов страны. Самые разнообразные породы, колоритные национальные подворья, концерт и деловые дискуссии. Как проходят мероприятия, расскажет моя коллега Салья Магомедова. На выставке представлены 33 породы овец и баранов, но эти привлекают наибольшее внимание из-за своего цвета. В рыжих покрасили английских сафалков, которые приехали к нам из Ставропольского края. Этому ягненку 33 дня, а ему 65. Молодой возраст не помешал им присоединиться к 24-й Всероссийской выставке овец и коз, которая проходит в течение трех дней в Каспийске. Английский сафалк – перспективная и новая для нашей страны порода. Они такие яркие исключительно для того, чтобы привлечь к себе внимание посетителей. Они покрашены, это их неестественный цвет. Покрашены специально для шоу. А вообще часто к вам сюда подходили и спрашивали, это их натуральный цвет? Сегодня уже даже не могу сказать, рабочий уже устал отвечать, что крашеные или же естественный цвет. Каждый человек, каждый, я акцентирую, подходит и спрашивает, крашеные или же естественные. Напротив рыжих красавцев – гиргебельские овцы и бараны. Их помесь получил животновод Заниловид Гусейнов, который скрестил представителей Лизгинской и Карабахской пород. Средний вес этих парнокопытных достигает 130 килограммов. Из преимуществ они неприхотливы, дают много шерсти и мяса. Если раньше в нашем поголовье весит в среднем 50 килограмм выход мяса и курдюка Лизгинской породой, в этой породе доходит до 85 килограммов. Это получается почти 40% мы имеем привезцы. Не секрет, что бараниной Дагестан славится многие годы. Наша республика поставляет мясо по всей стране и даже за рубеж. В Азербайджан, Грузию, Иран и Турцию. Шерсть у нас остается пока невостребованной, но специалисты пытаются это изменить. А еще они прилагают усилия для развития молочного направления. Мы производим в стране больше всего овечего молока и продукции из овечего молока. Это бринза, это овечьи твердые сыри. Поэтому хочется, чтобы увеличить молочную продуктивность наших овец. Поэтому идет эксперимент по скрещиванию дагестанской горной породы с породой Лакон в молочном направлении. Уже получены первые результаты, значит, результаты обнадеживающие. Специалисты говорят, это событие праздник для них, но пришелся он по душе и обычным посетителям. Они приходят сюда целыми семьями, потому что есть на что посмотреть. Это национальные подворья и концерты, и в целом разнообразие представленных животных. Помимо овец и коз, на выставке есть верблюды, буйволы и лошади ахалтыкинской породы. Этого, к примеру, зовут Абажур. На его таблице указан год рождения и даже имена отца и матери. Всех животных можно разве что погладить и сфотографировать, но и этому посетители рады. Потрясающая выставка, потрясающие животные, впечатляет. Молодцы организаторы, молодцы люди, которые выращивают, выводят эти новые породы. Это просто нереально. Всего назначимым для агропромышленного комплекса страны мероприятий собрались представители 66 племенных хозяйств из 13 регионов. Из них на Дагестан приходится 25 кооперативов. Здесь специалисты не только делятся результатами своего кропотливого труда, но и обсуждают проблемные вопросы в отрасли. Для этого созданы дискуссионные площадки. Работать выставка будет до 25 мая включительно. Посетить ее может каждый желающий. Салия Магомедова, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бикбарзов. Новости ННТ. Каспийск. Этнокультурное многообразие Дербента. Роль традиционных конфессий в сохранении семейных ценностей. Круглый стол под таким названием. С участием экспертов из 15 регионов страны прошел в древнейшем городе страны. Мероприятие организовано Дагестанским гуманитарным институтом при поддержке главы региона и муфтията республики. Все подробности у Тамары Самедовой. Как различные религии влияют на сохранение семейных ценностей и традиций? Этот и многие другие вопросы были затронуты экспертами на круглом столе. Богословы, научная интеллигенция, преподаватели и студенты вузов. Участники мероприятия на протяжении всего дня вели активный диалог и обменивались мнениями. Наша конференция съезд наших представителей, она показывает, что мы все едины в этом. У нас нет понимания того, что какой-то регион это поддерживает, какой-то не поддерживает. Все регионы Российской Федерации поддерживают. И все мы стремимся именно избежать вот этого сатанизма, проникновения к нам. То, что в свое время народы Содома и Гамора были уничтожены, они нам не должны прививаться здесь. Символично, что о семейных традициях говорили в одном из древнейших городов России, в Дербенте. Город, где веками мирно сосуществуют представители разных конфессий. Вы знаете, что на протяжении веков бок о бок здесь, в нашем городе, имеют своих последователей, своих приверженцев к мировой религии. Вы должны делать упор, в первую очередь, на тот факт, что каждая личность требует к себе и внимания, и уважения. После завершения круглого стола участникам провели экскурсию по древнему городу. Они посетили крепость на рынке Алла, кладбище Кырхляр и Дербентскую джума-мечеть. И эмоции у гостей республики незабываемые. Я впечатлена, и если честно, то я, наверное, еще сюда приеду обязательно, вернусь с семьей. Вы впервые тут, да? Да, впервые. Кухня божественная, я не знаю даже, как это описать, потому что настолько вкусная еда, я еще не кушала. Тамара Самедова, Магомед Магомедов, Новости, ННТ, Дербент. Домой с золотом первенства Европы. Из Баку в Махачкалу вернулись обладатели медалей континентальных соревнований среди молодежи до 23 лет. В аэропорту их ждали самые преданные болельщики и наши корреспонденты. Слово Курбану Рагимову. Это золото Европы, первое в карьере 23-летнего Магомеда Муртазалиева. Воспитанник столичной школы греко-римской борьбы, имеющий за плечами победу на первенстве мира, уже активно пробует себя во взрослой борьбе. На чемпионате континента он был вторым и сейчас входит в круг претендентов на поездку на Олимпиаду в Париж. Неименную лицензию весит до 97 килограммов для страны добыл его партнер по сборной Артур Сарксян. Между двумя Европами я еще боролся на лицензионном турнире и неудачно выступил. И для себя хотел реабилитироваться, обратно выиграть, оказать для себя. По взрослым все намного серьезнее, я бы сказал. И соперники более такие поопытнее. Наверное, по взрослым больше ценится. Я думаю, хоть и серебро. Ну и здесь соперники были неплохие, тем более в финале наш земляк. Ну так хорошо с ним общаемся. Хорошая борьба получилась, у нас хороший соперник. Шанс всегда есть, но об этом говорить, я думаю, пока рано. Еще покажет время. Твоя задача какая? Что ты будешь дальше делать? Тренироваться усердно, доказывать. Если дадут шанс бороться, показывать, что я могу участвовать на таком высоком уровне. Еще одну награду высшей пробы в Баку в весе до 67 килограммов завоевал Даниил Агаев. С юношеских лет классик из Буйнакска, который тренируется сейчас в Махачкале, представляет страну и привозит медали с крупных зарубежных соревнований. Но золотой пьедестал покорился ему впервые. Эмоции, конечно, были хорошие после этого, альхамдуллах. Все сладкие были тоже, все по-своему тяжелые были. У тебя такая хорошая группа поддержки была? Честно говоря, очень обрадовался, когда видел их. Спасибо им огромное, что они приехали поддержать, волновались. Всем спасибо огромное. Бронзой столицы Азербайджана отметился Денислан Бамматов. Уроженец того же Буйнакска только пару месяцев назад вернулся в строй после тяжелой травмы и операции на колено. Не боролся где-то 10 месяцев с октября. Даже с сентября не боролся. Операцию сделал в сентябре. Если честно, тяжело именно после вот этой операции на крест вернуться. Первый старт очень тяжело пошло. Дальше будем набирать, тренироваться. В аэропорту чемпионов ждал теплый прием. Разделить радость победой с ними, несмотря на позднюю ночь, пришли полсотни болельщиков. Здесь родственники и друзья, главы районов, откуда родом спортсмены и представители Федерации борьбы региона. Труд у нас вместе с талантом, когда талант есть, если труд прибавит, обязательно результат бывает. Всем спасибо, кто пришел поддержать. Все-таки ребята наши достойно боролись на чемпионате Европы, который проходил в Баку. Наверное, это один из таких больших успехов наших. И я думаю, что со временем все самые большие успехи у нас впереди. Олимпийский сезон продолжается и почивать на лаврах спортсменам некогда. Уже завтра они в составе взрослой сборной страны отправятся на сбор в Кабардино-Балкарию. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова